мы остановились на sleep ring это устройство которое предназначено для передачи нашего так называемого power management который от генераторов мы подаем это питание 440 и 220 вольт непосредственно в цепь управления нашего крана то есть это будет основной основное место сосредоточения и передачи электроэнергии от нашего горщак непосредственно к силовой системе электросиловой системе кран почему я более детально останавливаюсь на этом моменте потому что очень много проблем которые связаны непосредственно с работой грузовых кранов связанные нас этими sleep ring хорошо когда он мы работаем хорошей компании когда у нас есть там серьезный пмс до план making system мы контролируем мы контролируем работу работу всех механизмов ну и включая кран да у нас там есть отдельные графы которые нам дают там ранее за урс через которые определенные мы должны проводить какие-то там мероприятия непосредственно мы сейчас говорим о кранах вот и в эту же в этот же список по непосредственно по мейтану цукранов ходит инспекция sleep ringer sleep ringer вот что что проверяется на sleep ringer так вы понимаете что это как щеточный аппарат да то есть мы проверяем состояние самих колец да то есть вот наши пальцы то есть это рабочие поверхности наших колец ну а каждое кольцо для того чтобы передать наше наше напряжение с линии горща она контактирует с этим кольцо контактирует через щетки уже непосредственно с линии связи то есть если вот наш горща будем рассматривать как принципиально да из гореща у нас подходом на подходят наши и силовые 440 и 400 440 440 и 200 220 вольт да на управление самим краном то есть имеется группа вот эта вот нижняя это наших 440 силовая да которая используется для насосов для насосов электромоторов вот и группа не смеха будет но увольте ждать 220 вольт используется какие-то вспомогательные ну ну кроме всего этого уже непосредственно в самом свитчбоксе который находится у нас кабин экрана дальше мы будем рассматривать тогда подойдем к теме электро рассмотрение панели панели пардон панели управления системы управления то есть электрическая схема до управления краном то есть там будет видеть что у нас еще есть и дополнительное напряжение то есть 24 вольта dc здесь у нас везде это вот переменное напряжение айси а потом мы с вами встретимся с dc то есть dc это уже будет magic voltage да который используется для каких-то наш сугубо тонких там настроечных контролирующих параметров которые мы с вами должны обеспечивать в при работе краном то есть пардон обеспечивая контролировать обеспечивается в наша внутренней системе то есть и так через вид при ходов напряжение через автомат который имеется у нас цепь удалось и полноцепил но мы подаем питание на слепинге и через со слепингов уже через наши щетки да то есть вот это вот вот эта линяя это уже со счетов, у нас выходят наши контрольные напряжения. Итак, мы запоминаем, у нас есть low voltage и high voltage. Это мы говорим все о переменном напряжении, о IC. То есть IC, которое подходит у нас в наш свитчбокс непосредственно в самом экране. Использование слитрингов, когда мы проводим какой-то мейтенанс, должно быть очень-очень внимательным, потому что, прежде всего, это safety. Допустим, в серьезных компаниях мы заполняем определенные формы для того, чтобы произвести и правильно произвести электромеханики. Если он присутствует на борту, он проведет и сделает эти замеры. Он проверит поверхности этих слитрингов, в первую очередь, на предмет разрушения или повреждения. Обязательно проверить высоту самих щеток, степень их износа. Я думаю, что, наверное, вам вот эта конструкция слитринга, судового охрана, она, наверное, чем-то напоминает то, что наверняка вы видели. Это система шафт-граундинга на главном двигателе. У нас есть специальная система, которая предназначена для снятия наших нехороших токов, которые воздействуют на гальвальнику подшипниковой группы главного двигателя, именно по главному двигателю. Я думаю, что вы все видели, да? Наверное, электромеханики есть, он так же само. То есть в краны мы лазим только тогда, когда у нас что-то происходит, да? И, опять же, акцентирую момент, то есть если есть электромеханик, естественно, он это делает. Я прошу прощения за такую тонкость, но то есть бывает, что механики по определенным моментам, если на борту нет электромеханики, они просто-напросто вот этот вот блок могут даже пропустить. И если у нас какая-то проблема возникает в системе управления экраном, все пытаются найти... Ну, дальше мы будем рассматривать схему непосредственно, как у нас... Сейчас мы где-то здесь есть, по электрической части, поближе, потому что еще очень-очень огромное количество слайдов впереди. Нет, Сергей, у меня здесь этого нет. Я имею в виду, что у нас все включено в цепу, брейкер включены, у нас здесь все включено на свитчбоксе, на мейн-свитчбоксе в самом кране, а у нас элементарно нету 440 вольт. 440 вольт нету, и начинаются у нас, естественно, панические телодвижения, все понятно, мы экран не можем запустить, у нас есть определенные условия, но есть еще дополнительные элементы, которые мы будем рассматривать, когда будем на завтрашнем занятии, ну, это электрические схемы, да, в которых есть так называемые emergency stop-кнопки, да, наверное, вы это слышали, да, они, которые приносят очень часто большие проблемы, реально большие проблемы. То есть, опять же, акцент, если есть электромеханик, он быстро найдет эту цепь, да, он посмотрит на электросхему, посмотрит, где и как у нас идут эти кнопки, в каком месте они установлены, да, то есть, если у нас одна, допустим, там фаза идет, вот, кабель идет, там силовой кабель, да, и у нас один свитч, то есть один выключатель emergency, второй, ну, как правило, ну, три выключателя у нас используются стандартно в схемах судовых кранов, да, то есть я имею в виду, что они нажали на кнопку, да, этот брейкер, то есть emergency stop-кнопка у нас разблокировала, и цепь безопасности у нас становится открытой, то есть раз открытой, все, блок управления понимает, что у нас нету питания, не подходит полностью сюда, и он обестачивает мгновенно полностью вещей. Этот момент мы с вами будем рассматривать завтра, когда будем смотреть электрические схемы. Вот, то есть я так предварительно так набрасываю информацию. То есть, итак, мы проверяем состояние колец и высоту щеток. Не поленитесь, то есть мы, юные третьи механики, да, там скажут, там электромеханик, скажут, что вы туда лезете, вам это неинтересно. Если есть на борту электромеханик, не поленитесь, а рядом с ним тисутся, когда он делает инспекцию в кране. Это вам поможет, сразу вам будут. Сделайте просто-напросто, у вас там два-три крана, ну, в зависимости от типа вашего судна, балкера, мультипарфор, скавелит, сделайте себе отдельную где-то там блокнот. Я знаю, там сейчас блокноты уже не модно, да, то есть можно в телефоне там все, что угодно сделать. Там кран номер один, сделали замеры, раненкаус, допустим, там тысячи часов, на кране раненкаус тысячи часов, сделали инспекцию слепрингов, замерили состояние колец. Ну, естественно, фотографии нужно делать. То есть фотографии, это прежде всего, они вам помогают оценить состояние поверхности, рабочей поверхности. И обязательно safety, да, мы вспоминаем о safety, safety, прежде чем открывать защитный кожу, защитный кожу, да, вот этот вот нашего sleep trip девайса. Мы должны быть уверены, что в ЦПУ наш брейкер, в ЦПУ полностью обесточен. И обязательно должна висеть, да, табличка, да, мы знаем, мы вешаем какие-то там таблички различные, да, don't start там или все что угодно, да. Вы в курсе этих обстоятельств. Это очень-очень важно, это наша жизнь с вами. Это не смешно, это должно быть в приорите. И повесив эту табличку, еще 10 раз, каждого по 2 раза, по 10 раз предупредите, что вы делаете инспекцию слепрингов. То есть это очень-очень серьезное дело. Вы сами представляете, если вы полезете проверять слепринги, и оказывается, что у вас они под питанием. В любом случае, когда вы идете в кран, обязательно у вас должно быть ВЧФ с вами на готовности, чтобы вам не бегать с верхотуры крана и запускать какие-то, то есть там брейкер включить, выключить или еще что-то другое. Вот, поэтому есть у вас ВЧФ, вы, допустим, связались через палубу с машиной, допустим, включите, пожалуйста, питание. Мы проверили там щетки, вот, и проверяем все это в работе или нет. То есть эти моменты ясны, да, то есть emergency кнопки в защите, как правило, они находятся одна в кабине, вторая в башне крана непосредственно, да, вот мы поднимались, вот где мы поднимаемся, допустим, где-то в таком-то месте промежуточная, или, как правило, она находится возле самих слепрингов, эта кнопка, и третья кнопка у нас находится на входе в сам кран, вот. Ну, естественно, что у нас есть на ВГРЩА, да, какой-то автомат, который отвечает за подачу полностью 440 вольт, да, непосредственно на, ну, имею в виду на панели 440 вольт, да, у нас есть две панели, high voltage и low voltage, но не имею в виду 6000 вольт для судов с high voltage, а считают 440, так, высоким напряжением. И на панели 220 вольт отдельная, да, где-то у нас панель есть, там есть автоматы обычные, да, вот, в которых там 220 вольт у нас непосредственно подается на вторую группу, на вторую группу вот таких контактов по линии low voltage, да, 220 вольт. То есть вот эти вот моменты вы четко должны себе представлять. То есть первое – это безопасность, второе – наличие каких-то деформаций, проблем. Опять же, если у вас есть Power Management System, ой, пардон, Plan Maintenance System, вы в любом случае можете зайти туда и посмотреть, да, допустим, когда в последний раз сделали эту инспекцию для того, чтобы определить. И, допустим, кто-то там, будем говорить, подошел творчески к этому моменту, да, и он прописал, допустим, те же самые размеры. Ну, размеры счеток, да, у нас есть длина, высота и ширина. Все, это стандартная величина. Допустим, если у вас на судне все нормально с ZIP-ом, да, у вас обязательно будут запасные счеты. Берем запасную счетку номинальную, то есть не номинальную, а новую, да, промеряем ее размер, сравниваем с эталонной, то есть та, которая у нас стоит на экране, и тем самым мы с вами определяем состояние счетки, какая степень взроса. Вот. Но акцентируя внимание на этом моменте, раз я уже заговорил о этих счетках, мы должны посмотреть, какое поле, да, как зернистых, то есть счетки тоже бывают разные, то есть от качества счетки может также самозависеть у нас состояние, непосредственно связанное с шероховатостью поверхности, да, то есть плохого качества счетка, она, естественно, будет потихоньку убивать наш скриприз. Поэтому на это дело мы обращаем внимание.